Ну что, друзья, мы решили прям тут упасть, у нас дети вон забежали, здесь очень большой пляж и очень много кемпингистов, вот так вот вся береговая линия в кемпингах, поэтому сейчас здесь тоже поставим лагерёк и до завтра мы точно тут, здесь упадём спать. Наша остановка после Керчи, мы заехали в Белогорск, в Симферополь, остановились в Експаторе, здесь вот очень-очень большой пляж, ну всё, это Слава снимал, поэтому я как всегда успела, мы опять устанавливаем свой лагерь, мы хотим спать в палатке сегодня, наша кабинка для переодевания. Стол уже поставили, и для туалета тоже подойдёт. Ну что, я начал ставить, вот это всё я начал ставить, ровно 8, сейчас 29-го, у меня в принципе... Ну что, мы расположились, туалет, переодевалка, палатка, машина, Настенька. Здесь мы сегодня ночуем, скорее всего завтра, ну посмотрим как, завтра утром я поднимусь на Коптере, покажу вот эту окрестность, чтобы вы понимали, можно ли здесь вам останавливаться, понравится ли вам. Как я понял, вон там вот есть платный кемпинг, это совершенно бесплатный море здесь, и наконец-то я проснусь, высуну голову в палатку и увижу утреннее море, рассвет. Ну разве не круто? Подписывайся на канал, ставь лайк, смотрим дальше. В общем, ребята, вот там море, буквально метров пять. Это наш дом. Собственно, потрясающий воздух, мы спать, это завтра. Доброе утро, друзья. Как здорово проснуться и услышать шум волны. И эта вся история так рядом. Пойдемте, я вам покажу. Пойдемте, я вам покажу. Пойдемте, я вам покажу. Пойдемте, я вам покажу. Ребята, ночью было что-то нереальное. Поднялся очень сильный ветер. И те тучи, которые вчера, видимо, шли, они пришли сюда, они шли прям с моря. Был очень сильный ветер, у нас начало ложить туалет, потому что детишки вчера вытащили один колышек. И это закончилось просто нокаутом нашего туалета. Вот в три, пол третьего где-то я вставал заново все это делал, и был дождь. В целом неплохо. Но какие я выводы сделал, я думаю, они вам тоже пригодятся. В общем, когда вы размешаетесь, нужно первым делом хорошо укрепить лагерь. Потому что ветер, он может прийти незаметно. И ночью ковыряться с этим, ну, сами понимаете, не очень здорово. Далее. Если есть в палатке колышки, пойдемте, я вам покажу. Подожди. Вот, смотрите. Если есть вот эти вот эти петельки, их нужно обязательно делать. Вот детвора мне вытащила, и получается, что ночью из-за ветра оно постоянно било вот так в палатку, и такое ощущение, что кто-то ползал. Что у нас здесь ноги у всех были, у меня точно. И вот так вот, вот так вот все это движение было. Поэтому каждое крепление, которое нужно зафиксировать, обязательно фиксируйте. Почему? Моя задача сейчас найти магазин, купить молочка. Папа, достань мне. Погнали. Вчера, когда приехали, да, здесь все было как-то, все было уже в фуроме. Сейчас все, просыпались и погнали в рейс. Моя задача сейчас найти магазин, где можно купить молоко. И пока все. В общем, вывеска есть. Там еще вывеска. Белорусский продукт. А магазина нет. Поэтому сейчас поеду, наверное, лучше на машину. Я на машине съезжу до поселка, заодно осмотрюсь. Ну, а вы со мной погнали. Нашел магазин. Он прям вот здесь вот. Массив морской. И вот тут вот магазинчик продуктовый. Сейчас пойду свожу, гляну, что там как. Вот видите. В магазин пошел, а камеру с собой не взял. Смотрите. Магазин вроде из раздела все-все есть, но по ценам, значит. Сыр вот кусочек небольшой. 149. Колбаса 280. Молоко 95. И Сайра банка 140. Дорогой. Здесь прям ценники завышенные. Если здесь отдыхать надолго, то, конечно, лучше поискать магазин, который будет подешевле и не стоит у береговой линии. Но здесь есть плюс. Здесь есть вода. Про то, что Настенька писала в своем блоге. 3 рубля за литр. Вот тут сейчас выскочит вам подсказка. Вот так все это дело выглядит. 3 рубля. То есть вот это идеальный вариант, чтобы брать питьевую воду сюда приезжать. Вот мы отъезжаем от продуктов. Хочу вам показать, что это недалеко находится. Ну, конечно, в ускоренном режиме я сейчас все дело включу. Вот, собственно, все. Все, мы и приехали, друзья. И вот, кто закончит остановиться в этом месте, смотрите, с 9 до 9 работают эти магазины. Вот это чисто продуктовый. Здесь молочная продукция, колбасы. И, соответственно, здесь есть мороженое, такая мини-кафешка. Вот, с 9 до 9. Вот я не знал и поехал, соответственно, дальше. Вот так начинается здесь парковка. Ребята, мы позавтракали и даже уже искупнулись. Море здесь гораздо чище, чем в Керчи. Оно здесь имеет уже другой цвет. Вот пляж, здесь галечка. Очень мелкая и очень прям, ну, кайфовая. Не то, что в Сочи ты ходишь, как в GTA. Вот так вот. Нет, здесь комфортно ходить. Настя, комфортно? Да? Да? Поздоровайся, что-то пищу. И море пойдемте, я вам покажу. Вот так вот. Сюда приходят огромные чайки. Гуляют прям по берегу, особенно вечером. Здесь реально гигантские. Сейчас я вам все сильно покажу, как выглядит эта береговая линия. Полетели, посмотрим. В общем, друзья, все как правило приходит с опытом. Если вы решите остановиться на побережье, вот так вот, как мы. Там, где нету деревьев, негде укрыться, нужно с собой обязательно взять либо какой-то навес, либо, например, вот такую вот сетку. Она, по-моему, называется строительная сетка. Вот видите у ребят, которая создаст тенек. Но лучше, конечно, всего шатер. У нас есть тент от шатра, но мы с собой не взяли палки в надежде, что я думал, что где-то мы его растянем, натянем. Но у нас нифига не получилось, поэтому сейчас мы завели машину. Детки там спят, потому что в палатке днем невозможно. Я как-то говорил уже в выпуске, когда мы были в Витязево. Поэтому, кто захочет, обязательно что-то заранее продумывайте. Если вы, тем более, решитесь остановиться на несколько дней, то навес, который создает тень, очень-очень нужен. Как вам закат, ребята? Классный? Поставьте лайк закату. Подпишитесь на канал. Мы завтра собираемся и едем на новое место. Увидите позже, либо подписывайтесь на инстаграм, и там будут выпуски, так сказать, сторисы сразу, чтобы не пропустить. А у меня сегодня семья решила спать в люксовом номере, в машине. А я один в палатке, кайфово, с видом на морюшко. Я лично ни за что не применяю палатку, если есть такая возможность. Машина, конечно, это все хорошо, но палатка это прям кайф. Спокойной ночи. Ну что, всем доброе утро. Мое утро началось особенно. Ко мне пришел Артемка в палатку и говорит, пап, пошли купаться. И мы сразу пошли, я даже не сходил никуда, не умылся. Я сразу пошел, зашел в море. Вода вообще потрясающая. Сейчас съезжу в магазин, куплю молока. Мы будем собираться, упаковывать лагерь и дальше ехать на запад в Олени. Погадали с нами. Субтитры сделал DimaTorzok